Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. На календаре 10 февраля, а за окном царствует настоящая зима. В такую погоду каждому из нас хочется немного заботы и уюта. Особенно это касается пожилых, одиноких людей. Именно о таких и заботится некоммерческая организация «Очаг добра», которой, кстати, требуются автоволонтеры для организации доставки горячих обедов своим подопечным. Накануне наша съемочная группа побывала в центре и лично познакомилась с некоторыми из добровольцев. Помогать людям может каждый, так считает автоволонтер Центра «Очаг добра» Фериде Токова. Вот уже три года эта хрупкая девушка помогает в доставке горячих обедов пожилым людям Черкеска. Как рассказывает Фериде, раньше она тратила на это примерно полчаса в день, объезжая в среднем четыре адреса. Теперь же, с учетом того, что волонтеров не хватает, время увеличилось вдвое, собственно, как и количество адресов. На данный момент «Очаг добра» нуждается в автоволонтерах, так как, к сожалению, не каждый день получается заполнить маршруты всеми автоволонтерами. Кому-то приходится по нескольку маршрутов развозить. Это осуществимо каждым волонтерам, естественно. Только единственное, то, что еда может уже быть остывшей, пока она доедет до нужного подопечного. 75-летняя Раиса Михайловна – одна из тех, кому ежедневно доставляется горячий обед. Женщина живет совсем одна, и порой за день ей удается поговорить только с волонтерами «Очага добра». За эти драгоценные минуты она безмерно благодарна каждому из них. Доброта, доброта, улыбка, пожелания здоровья, долголетия. Доброта исходит искренняя, человечная. Девочки вообще не знаю, ну, каждая приходит, как будто солнышко. Сегодня одно, завтра другое. Это вот в нашем возрасте, это такое великое счастье, вы не представляете. На данный момент на попечении организации находится 72 пожилых человека, которые не могут самостоятельно посещать центр. Собственно, им и осуществляется доставка. Как рассказывает руководитель «Очага добра», несмотря на то, что есть постоянные автоволонтеры, их, к сожалению, не хватает. Спасибо всем большое, кто причастен к такому добру, кто откликается. Кто-то может в какой-то период, да, вот бывает такое, что возможно отпуск, возможно какое-то свободное время. Это не получается постоянно. И поэтому периодически бывает, вот был человек, все, у него сейчас не получается, и наши ряды пусть теют. Поэтому наш этот вопрос и просьба, она актуальна. Она актуальна, потому что волонтеры нужны всегда. Если у вас есть возможность и желание стать автоволонтером, вы всегда можете написать сообщение на официальные аккаунты организации или позвонить по номеру. Плюс семь девятьсот двадцать восемь триста восемьдесят семь восемьдесят один девяносто один. Вот так неравнодушные жители Карачаева-Черкесии помогают тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Вообще стоит отметить, что добровольчество и волонтерство всегда были в почете в нашей республике. Сегодня у нас в гостях присутствуют люди, которые имеют непосредственное отношение к данному направлению. Сегодня с нами руководитель регионального исполкома Народного фронта Карачаева-Черкесии Людмила Капушева и общественный деятель Али Байрамкулов. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада, что вы нашли время поприсутствовать в нашей сегодняшней студии. Сегодня нас ждет, наверное, непростой разговор, потому что волонтерство и добровольчество всегда касаются человеческих судеб. И начать сегодняшнюю нашу беседу хотелось бы с такого вопроса. Вы, как непосредственные участники волонтерства, могли бы сказать, насколько сегодня это действительно неотъемлемая часть любого общества, и в том числе общества Карачаева-Черкесии? Насколько нам действительно нужны сегодня добровольцы и волонтеры? Людмила, давайте начнем, наверное, с вас. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Очень интересная, конечно, тема. И для меня она суперактуальна. Начиная даже чуть раньше, чем у нас была история с коронавирусом, как принято говорить. Эпоха разделилась до и после. Еще до этого для меня это уже было актуально, но то, как всколыхнул 2020 год именно в плане добровольчества, именно в плане волонтерства, когда в эту сферу пришли люди, которые до этого никогда не задумывались даже о том, чтобы в этом участвовать. В большинстве своем до 2020 года мы все думали, ну, волонтеры это там студенты, учащиеся, то есть кто-то где-то в учебных заведениях этим занимается, ну и хорошо. А в 2020 году волонтерство, когда вот мы организовывали штаб, мы вместе, да, мы увидели людей совершенно состоявшихся, взрослых, у которых есть семьи, у которых есть профессия, у которых есть уже определенный возраст и история, и они осознанно, не из-под палки пришли волонтерить, как мы это говорим, да, по-простому, в штаб, потому что они понимали, что они не хотят сидеть дома, они хотят помогать людям. И они, придя в штаб, понимали, что им есть, что предложить, и действительно от них есть помощь. Когда человек это чувствует, что его вклад, он действительно востребован, это все загорается все больше и больше. И, в общем-то, если ты уже один раз пришел, стал волонтером, да, то мне кажется, куда бы ты ни уехал, чем бы ты ни занимался, это уже с тобой, то есть ты уже навсегда волонтер. Али, а вы как считаете в нашей республике добровольство и волонтерство на каком уровне развития на данный момент? Ну, вы знаете, я являюсь руководителем отделения Национального центра помощи детям и ВКонтакте практически со всеми регионами России. И именно Карачаево-Черкесия, наша республика, по количеству волонтеров занимает лидирующие позиции. Такая маленькая республика, казалось бы, да? То есть без волонтеров и добровольцев, в принципе, сегодня наша республика как бы не действует, скажем так. Невозможно себе представить. Я скажу, что у нас лучшие добровольческие структуры, у нас уже организация добровольчества как такового на самом таком высоком уровне. Конечно, может быть, если сравнивать с какими-то мировыми тенденциями, там, где это развивалось веками, может быть, мы в чем-то и отстаем. Но мне кажется, что мы за такой короткий срок сумели и систему выстроить, и организацию выстроить. То есть человек любой, который на сегодняшний день просто житель республики, не волонтер, нигде не был связан, нигде ничем не занимался, и вот сегодня, допустим, почувствовал этот порыв, у него есть куда пойти, у него в любой ситуации, в любом возрасте, в любом населенном пункте, при любом профессиональном уровне, у него есть куда приложить вот этот вот зов к добру. И это очень важно. У нас самая развитая благотворительная система, то, что некоммерческий сектор, который у нас тоже просто вспыхнул. Мы помним эти сборы на детишек, да, и ассоциация... Когда маленькая Карачаева-Черкесия совместно с несколькими республиками собрали рекордную сумму. Практически волшебство. Надо отметить, что Карачаева-Черкесия собрала львинную долю этой суммы. И это была такая организация этой работы, да, вот ассоциация некоммерческих организаций благотворительных фондов республики формировалась достаточно долго. Я вот изначально, да, участвую в этом процессе, но вот эти, к сожалению, может быть тяжелые испытания жизненные, да, коронавирус, какие-то болезни, вот такие вот вещи, где нужно срочно принимать решения. Вот сейчас СВО мобилизованы, то, что мы пытаемся помогать и помогаем военнослужащим, их семьям, беженцам и так далее. То есть тяжелые жизненные какие-то вот... Рождают волонтеров. Они рождают взрыв вот этого вот волонтерства, добровольчества, благотворительности. И, наверное, разжигают в каждом простом человеке, каждый у нас своя работа, своя семья, свои проблемы. Но вызывают именно на лучшие какие-то чувства. Наверное, эти испытания тоже не просто так нам приходят, но я призываю не ждать испытаний, а в обычной своей жизни бытовой все-таки присоединяться, да, к тому или иному волонтерскому движению. Наверное, мне кажется, любой согласится, что волонтерство в первую очередь это личный выбор каждого. Я знаю, что у каждого из вас есть такой большой бэкграунд, скажем так, личного опыта, как раз-таки участия в различных акциях, организациях. Вы когда-то тоже были рядовыми жителями Карачаева-Черкесии и, может быть, не задумывались о помощи другим. Вот хотелось бы узнать, что каждого из вас когда-то, может быть, сподвигло на то, чтобы принять решение и стать волонтером. Я знаю, что, Люда, ты стояла у истоков движения «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии. Знаю, что, Али, помимо того, что просто общественный деятель и руководитель Центра помощи детям, ты также возглавляешь поисково-спасательный отряд. Вот как вы к этому пришли? Хотелось бы узнать личную историю каждого из вас. Мадина, в 2017 году, уже работая в Народном фронте, я поняла, что мне недостает тех инструментов, которые есть, для того, чтобы помогать людям. Прежде всего, люди с инвалидностью были. И так получилось, что собралась группа такая идеологически подкованных людей, которые болели все одним и тем же. Мы организовали тогда благотворительную организацию «Самира», которая сегодня достаточно успешно работает. Все это время я была там соучредителем и директором. Вот буквально мы подвели итоги прошлого года, и я ухожу уже из «Самиры», оставляя команде, оставляя и очаг добра, сюжет о котором видели сейчас. Потому что уже сложилась система, сложилась команда, ребята прекрасно справляются, все институты налажены. И я вижу дальнейшее продвижение этой истории. 2020 год принес нам, конечно, сложные испытания. Нужно было фактически на пустом месте создать некую структуру, которую, в общем-то, до конца никто не понимал, что это и как она должна работать. Мы вместе, штаб, который, спасибо при поддержке главы республики, администрации, мы в достаточно короткие сроки смогли развернуть и выстроить систему работы от звонка на горячую линию главы службу 122, а наша служба 112, лучшая служба из всех, которые есть в стране, я считаю, наши самые передовые, самые ребята. Спасибо большое, Борис Анатольевич. Спасибо большое, Борис Анатольевич. Мы смогли выстроить эту систему, и мне очень приятно сегодня видеть, что она продолжает свою работу и продолжает действительно качественно. Спасибо и Асяд Хакировой, которая сегодня возглавляет это движение «Мы вместе». Оно не осталось там в коронавирусе, оно сегодня продолжает. И когда ко мне приходят в народный фронт, да, жены, сестры, военнослужащих наших мобилизованных, и говорят спасибо волонтерам, они привезли там пакеты, допустим, с продуктами, с чем-то, довезли нас, подняли на этаж, там у нас еще замок был сломан, мы еще и замок подчинили. Понимаете, я понимаю, что все правильно работает и правильно не только настроено было, но и продолжает свою работу. Это очень приятно. Это, наверное, самый главный показатель успешно выполненного какого-то задания или работы. И волонтерам у нас совершенно неожиданные люди могут быть. Попросили недавно, надо было пациента спустить с этажей, перелом позвоночника, серьезно, на обследование потом вернуть. Я попросила дикую дивизию. Ребят, знаете, прекрасно, да, спортсмены, наверное, не самый тривиальный ход. Они настолько все грамотно сделали, что перезванивала семья, дочь, и благодарили со слезами, и говорили, папа впервые сказал, что за все время, вот полгода там он в таком положении, ему даже не было больно. То есть волонтер у нас вот каждый, понимаете, вот такая, может быть, республика у нас такая. Заложено в воспитании. Заложено в воспитании, наверное, в менталитете тоже. Поэтому сама жизнь нас подвигает на то, чтобы помогать друг другу. И это основной принцип моей жизни, поэтому я себе не представляю вообще человека, который вот отрицает волонтерство там, или говорит, это не нужно. Нет, это нужно, это востребовано, и у нас самые классные волонтеры. Али, я думаю, что вы полностью согласны с Людмилой. Абсолютно согласна. И тем не менее, все-таки интересно, как вы пришли к тому, чтобы возглавлять поисково-спасательный отряд. Ведь это тоже своего рода не просто волонтерство и добровольчество. Это, наверное, тоже одно из самых востребованных направлений в наше время. Во-первых, в плане востребованности, слава богу, у нас республика в этом плане самый благополучный регион России. У нас самое наименьшее количество поисково-спасательных работ. Во-вторых, ну вот все такие думают, что раз поисково-спасательный отряд – это такая очень сложная работа, на самом деле это ни в какое сравнение по сложности не идет в сравнении с той работой, которую делают благотворительные фонды, в том числе и Самира, и Очаг Добра. Потому что поисково-спасательная работа, она имеет начало, имеет какой-то конец, и облеск эмоций там какой-то определенный имеется. А тут, когда ты на протяжении нескольких лет, сотня в день, работаешь с теми, кто нуждается, это на самом деле, это вот как в стихах, из этих людей гвозди надо делать. Ну, давайте не будем скромничать, мы знаем, что поисково-спасательный отряд «Кавказ» занимается не только поиском людей, у вас есть несколько направлений помощи. Да, да, да. Ну, смотрите, вообще про поисково-спасательный отряд, если можно, с самого начала тогда расскажу. Ну, в 2019 году теряется друг моего отца, вот, мы начали его искать, не нашли, к сожалению. И я тогда понял, что есть, я как раз только в Карачаево-Черкесию обратно переехал, в другом регионе жил практически все время, и начал искать возможности, хотел Лизе Алерт здесь открыть, там, другие организации, ну, так получилось, что не получилось, и решил создать группу, да, потом уже с этой группой передать эту группу профессионалам, ну, так получилось, что возглавил этот, получается, безобразие, и дальше пришлось это все вести в процессе работы. Я, как сейчас вот помню, девочки уговаривали, меня очень долго уговаривали заниматься другими направлениями, и вот первое направление, которое мы открыли, это направление «Благие дела». Ну, дело в том, что мы не собираем денежные средства, мы помогаем благотворительным фондам, у нас очень мощный информационный ресурс, и мы с помощью этого ресурса распространяем информацию, ну, как своего рода спецназ в благом деле. Ну, в наше время информационный ресурс – это тоже один из способов помощи. Большие инфоволонтеры – это вот команда «Псот Кавказ». То есть, когда у нас какой-то, допустим, вот в ассоциации, там, НКО, мы обсуждаем какой-то большой сбор или какой-то коллапс, скажем, да, не двигается там что-то, нужно решать, мы просим, и подключаются инфоволонтеры. То есть, это вот насколько можно быть волонтером, да, в каких разных сферах. У нас есть волонтер, который живет вообще не в республике, но она настолько вот горит, да, что она включается в те сборы, которые проводят здесь. У меня в инфополе, получается, работают девочки в декрете, работают ребята, которые сейчас находятся в госпитале, работают, ну, абсолютно… То есть, по сути, можно работать отовсюду? Конечно, конечно, да. Не обязательно выходить каждый раз на поиски, причем большее количество поисков заканчивается заветным «Найден жив», благодаря работе, опять-таки, инфопоиска. Следующим этапом было, наверное, это самый главный этап, это самое главное, наверное, направление в нашей работе – профилактика. Потому что, ну, мы, получается, всегда ликвидировали то, что происходило. Последствия. Да, последствия. Тут вышли на причину и начали работать по школам. В прошлом году вот мы смогли поработать по школам. Более 45 школ мы отработали по Карачаево-Черкесии. Более двух тысяч детей с детьми, получается, провели занятия. Сейчас вот выходим на следующий этап. Если получится, мы будем открывать направление проектной работы, будем писать проекты, будем своего рода проектную мастерскую здесь, в Карачаево-Черкесии, открывать. Лахаться получится. То есть каждый из вас, он через личную какую-то ситуацию все-таки понял, что нужно помогать. Знаете, можно бесконечно долго критиковать власти, можно критиковать погоду, не знаю, вот что-то еще. Но прежде чем, вот я это, наверное, обращаюсь к зрителям нашим, прежде чем критиковать кого-то, ты просто встань около зеркала и спроси, что ты лично сделал для того, чтобы стало лучше. Я не говорю, что у нас в этом мире все хорошо. Конечно, есть ошибки, огрехи. Но ты лично что сделал для того, чтобы эти ошибки устранились? Ты лично что сделал? То есть взнос каждого из нас, он... Конечно. Если ты ничего не делал, тогда ты и критиковать, по сути, не имеешь права. Ну что ж, будем надеяться, что у нас все-таки больше людей с активной жизненной позицией. Как Людмила сказала, у нас в республике большое количество не только волонтерских организаций, но и благотворительных. Вот хотелось бы узнать, как выстроено взаимодействие, когда все-таки много участников, скажем так, трудно курировать. Вообще общаются ли между собой организации, помогаете ли друг другу, как-то взаимодействовать? Смотрите, у нас есть благотворительные организации, благотворительные фонды и организации. У нас есть некоммерческие организации, которые тоже занимаются, будем так в общем говорить, социально значимыми делами. Кто-то занимается с детьми с инвалидностью, какие-то реабилитационные центры. Ну, может быть, они еще не такие, не в таком уровне развития, как, может быть, где-то там в других регионах. Но все-таки они есть, приезжают специалисты, занимаются с детьми на регулярной основе. Есть организации, которые занимаются, ну, каждый в какой-то своей, да, сфере. В основном специализация, она присутствует даже в сфере некоммерческого сектора. Но, несмотря на это, в любой, даже своей обычной текущей деятельности, каждодневной, все эти организации, практически все между собой знакомы. Маленькая республика. У нас не надо шесть рукопожатий, у нас достаточно, ну, два-три максимум. Вот. Все они, мне нравится, что нет конкуренции в этой среде. Мне кажется, ее, именно в НКО, ее и не должно быть. Это помощь. И когда есть какая-то необходимость, консолидируются усилия. У нас активно работает ассоциация благотворительных фондов и некоммерческих организаций во благо, во главе с Расулом Кубановым, и мы туда входим тоже, да. И когда бывают какие-то вопросы, не все организации в республике входят именно в число членов ассоциации, но когда есть какая-то ситуация, мы подключаемся и информационно, и своими ресурсами, если надо, своими волонтерами для решения той проблемы, которая наиболее актуальна. Допустим, кто-то сегодня не успевает куда-то выехать, просим друг друга подменить и так далее. То есть, мне кажется, это правильно, именно вообще в жизни это правильно, а уж в сфере благотворительности некоммерческого сектора тем более. Без поддержки никуда получилась. Когда мы говорим о том, что Народный фронт – это общественное движение, это как раз площадка, допустим, которая тоже объединяет совершенно разных людей. На сегодняшний день Али – член регионального штаба. И почему? Потому что ПСОД Кавказ и те волонтеры, которые вот так скромно он рассказал, но на самом деле это были самые активные, наверное, ребята, которые и в момент коронавируса помогали, и подключались в самые острые ситуации. Не только когда нужно кого-то искать, кто-то потерялся там по зеленке, ходить по реке и так далее, но это их объединяет. Я помню, они доставляли лекарства и продукты, да, действительно, Али так немного скромно рассказала. Помогали тоже что-то отремонтировать, кому-то телевизор, кому-то, то есть самоизоляция, помните, да, какая-нибудь бабушка, она даже вызвать не может мастера. Сколько работы переделали вот волонтеры в то время, это невозможно даже описать. Все это даже вот в хронологии невозможно. Просто ПСОД сказали тогда, я, наверное, один раз... Добавлено, да, брендов, бабушке замок надо было починить. Вот, вызвался парень с нашего отряда, руководитель направления поиска, Зеев Магомед, и так получилось, значит, по пути упала заявка. Собачка умерла, надо собачку, получается, похоронить. Ну, уже поехал собачку, там не собачка, а прям какой-то теленок. Он один. Да, Людмила Саков на мне звонит, где говорит, ну, замок же надо. Я могу звонить, да, я говорю, тут хороню, типа, какого хорошего, не понял. Немного недопонимания, да, уже испугался, что заявителя. Ну, хорошо, что все закончилось позитивно. Да, и бабушки, я так понимаю, что... И вы знаете, вот эти моменты веселые, там же, ну, по сути, это трагедия была. Это сейчас мы вот вспоминаем, какой-то улыбкой. А эти моменты веселые давали нам какой-то... Разряд, куда, в этот момент. Те ребята, которые вот так вот подключили, я же говорю, это качественно совершенно другие волонтеры, это не молодежь, которая еще, как говорится, жизни не знает, это уже другой уровень. Они сегодня являются активом Народного фронта, они гражданские активисты, они говорят о том, что здесь неправильно работает светофор, там неправильно что-то делают, там дорога не так... Мониторят, в общем-то, обстановку. Да, и на сегодняшний день это такой уже... Это тоже волонтерство своего рода, вот этот гражданский активизм, а что ты сам сделал, как Али говорит. Они продолжают менять действительность вокруг себя в лучшую сторону. Ну, то есть можно с уверенностью сказать, что волонтер в любом случае это человек с активной жизненной позицией, он не может просто вот один раз помог и забыл, да? Ну, это... Если один раз помог и забыл, такое у нас, кстати, тоже бывало, знаете как? Это ведь на самом деле морально достаточно тяжело, когда ты приходишь домой к человеку, допустим, и видишь то, чего ты никогда не видел, кроме как по телевизору. То есть там какое-нибудь общежитие, обшарпано все, человек действительно в тяжелой жизненной ситуации, человек иногда бывает не совсем адекватный, иногда бывает, ну... И когда ты это видишь, если ты чуть-чуть не подготовлен, да, у тебя чуть-чуть стержня вот этого нет, это очень тяжело. И когда это повторяется, и когда есть такое понятие, как выгорание. Выгорание есть и у волонтеров тоже. Но я вас уверяю, что даже те волонтеры, которые, допустим, отошли от определенного социального до этого, они продолжают, я просто вот на связи, я вижу, они продолжают где-то в другом месте помогать. Есть люди, которые уехали вообще из республики, но они там, где они находятся, они продолжают помогать. Это, ну, невозможно. Это, кажется, не по телевидению можно будет сказано, но это как наркотик. Да, это невозможно. Ну, понятно, если ты один раз помог, то это навсегда. Да. А если говорить о повестке дня, в любом случае, времена диктуют нам какую-то необходимость, нужды человеческие, да, в свое время это был коронавирус, сейчас мы это вспоминаем немного так, может быть, где-то и с улыбкой, где-то с ностальгией, вот сейчас какие действующие акции может быть, компании волонтерские, добровольческие, куда требуются люди, что можно отметить, куда сегодня необходим вот этот человеческий ресурс? Конечно, самая острая повестка, да, это СВО, это помощь нашим ребятам, которые на передовой. Народный фронт ведет сбор «Все для победы» называется, ведем достаточно активно, большое количество людей в республике, которые поддерживают, активно участвуют в нашем сборе, какие-то свои сборы ведут параллельно, вы видите волонтерские группы, эти тоже и в соцсетях они работают и так далее. С какими-то из них мы на связи, взаимодействуем, и это действительно такие вот проверенные люди, но я всегда предупреждаю, какой бы там сбор не был, благотворительный, какой бы он направленности ни был, но будьте аккуратны, когда вы переводите куда-то свои деньги, все-таки надо переводить на официальные реквизиты. Когда вы переводите на карту физлица, даже если вы где-то его знаете, или тем более, если вы вообще не знаете, это последствия этого, в том числе юридические, правовые, все-таки я юрист, да, юридические, правовые вам неизвестны, поэтому так рисковать собственной финансовой безопасностью не стоит, а участвовать вот в общих официальных сборах, конечно, это по рвению души, так сказать, работают в этой повестке для того, чтобы помочь и военнослужащим, и вынужденным переселенцам, и семьям мобилизованных и иных военнослужащих, большое количество и государственных, и благотворительных организаций. Поэтому на сегодняшний день, когда если у кого-то, допустим, есть проблема, они опять-таки могут позвонить в 122, либо по нашим телефонам 28 14 17, и сказать, у нас вот такая проблема, помогите, мы либо поможем сами, либо мы найдем, кто поможет. Опять-таки это говорит о том, что мы все во взаимосвязи, и здесь нет кого-то, кто выше или кто ниже, кто кому подчиняется, мы взаимодействуем, в полном смысле этого слова, со всеми общественными организациями, которые работают в этом направлении. Али, мы знаем, что для поискового спасательного отряда всегда требуется человеческий ресурс. Вот если человек хочет присоединиться, скажем так, и стать поисковиком, помощником, куда можно обратиться, как с вами связаться? Обратиться можно, позвонив по телефону 928-825-4353, или написав нам, выйти на наши социальные страницы, и написать нам, и мы обязательно этого человека возьмем свои ряды. На самом деле, постоянно требуются люди, и как я вот ранее заметил, поисково-спасательный отряд занимается не только поисково-спасательными работами, он в первую очередь оказывает профилактическую, он работает по профилактике, и также оказывает помощь нуждающимся. Помимо поисково-спасательного отряда, мы являемся отделением Национального центра помощи детям, и вот в прошлом году была нами очень большая работа проведена, в этом году тоже очень много. Плавно все реализуем, поэтому приходите, будем рады, будем рады. Я бы посоветовала человеку, который рассматривает себя в дальнейшем как волонтера, изучить действительно, у нас сейчас в соцсети вся информация открыта, изучить общественные организации, которые у нас существуют в республике, активные, а я уже сказала, что это самый у нас лучший сектор, в том числе и благотворительности, выбрать ту организацию, благотворительную, некоммерческую, общественное движение, может быть, политизированный какой-то, вот им интересен контент, выбрать ту, которая вызывает и откликаются именно их дела. У каждой организации есть свои соцсети, вы можете написать туда. Практически в каждую организацию нужны волонтеры, нужны добровольцы. С Национальным центром помощи детям мы с самого начала сотрудничаем, а относительно недавно открыли здесь отделение Национального центра, и очень большая работа нами проводится. Хочу вот выразить благодарность руководству Национального центра за ту помощь, которую они оказывают у нас было несколько акций в прошлом году, Национальный центр эти акции финансировал, так получилось тоже из серии, вот само слово волонтер, даже, наверное, больше подходит доброволец, так получилось, Национальный центр перечислил определенную сумму денег для того, чтобы мы смогли одеть детей, беженцев и детей малоимущих, семей. Я с этой суммой, получается, звоню в бухгалтерию магазина «Лето». Они мне говорят, ну, раз так, Галина Магомедович, мы готовы эту сумму удвоить, и там вот уже нормальная сумма получается. Я весь такой радостный приезжаю в магазин, директор магазина эту сумму, получается, видит и говорит. Я тоже эту сумму уже, получается, утраиваю и делаю скидки до 100% на вещи. Мы эти вещи, вот Мария Мфоргиевна была с нами, мы эти вещи, я уже все на свете проклял, я уже не рад ничему был, мы до вечера эти вещи выносили, 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 вынести никак не могли. Мы полчеркеска одели. Это ж на самом деле, какая благая, да, там беженцы, где дети были с Луганска, с Донецка, были наши дети с черкесской, из семьи, оказавшихся сложной жизненной ситуацией. И вот тут как раз вопрос о том, какую работу делает национальный центр, какую делают работу волонтеры, добровольцы на местах. И вот это все очень на самом деле круто, и нам за это за все Всевышний воздаст. Я вот хочу, пользуясь моментом, хочу попросить всех ребят присоединиться к нам и с нами вместе работать, и, как у нас говорят, причинять добро. Что ж, на этой позитивной ноте я бы хотела попрощаться с вами, поблагодарить еще раз за то, что вы сегодня пришли сюда, за вашу деятельность и пожелать успехов. Пусть с каждым днем больше добра, теплой отзывчивости будет в нашем обществе между людьми. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь, но не спешите переключать эфир. Далее у нас будет новый выпуск программы «Мастера Республики», который познакомит вас с очаровательной рукодельницей из Аула Джингири. С вами была Мадина Лайпанова, и желаю вам приятного пятничного доброго вечера и хороших выходных. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова